Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, из Финляндии. Вот, казалось бы, такое безобидное видео, когда я рассказываю, что из моего пансиона, где работаю я, уволили женщину, ну, просто за 5 минут. Но, опять же, уволили не из-за того, что вот кто-то ее заложил, как мне было написано, получается, вы заложили коллегу. Я, когда вот этот коммент прочитала, я его, конечно, закрепила под этим видео, и я была в таком ужасе, что действительно человек понял вот так эту ситуацию, что я кого-то заложила. Ну, и, конечно, хоть ты закладывай, хоть ты не закладывай. Если человек не справляется со своими обязанностями, я в этом видео рассказываю, почему ее уволили. Она несколько раз выходила в раздевалку, открыв, оставив открытую дверь, и я в этом видео просто привожу пример. Слава Богу, что вот так случилось. Эта бабулька-красотулька вышла в гольфах и в футболке, и она пришла в другую дверь, позвонив в звоночек. Она, когда гуляет с своей сестрой, она прекрасно, видно, какой-то, знаете, вот включилась лампочка, в какую дверь ей нужно было войти. Она обошла этот пансион и пришла вот в эту дверь. Конечно, кто открыл дверь, был в ужасе, почему она одна в носках, в футболке, вот за этой дверью стояла. Ей сделано было этому работнику замечание, что такого делать нельзя. Да, 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 но это повторялось и первый, и второй, и третий раз. И когда я рассказываю, что вот так уволили, как говорится, за пять минут, мне был написан комментарий, что я заложила коллегу. Нет, конечно, никто ни на кого не кляузничает, никто никому гадости не делает, но для этого есть вор Алико, есть вот такой ответственный человек за эту смену. Он все наблюдает, он все записывает, он делает рапорт. Конечно, если вот такое случается, эта дама, видно, не поняла, мы же несем, ну, я не знаю, как можно не понять, какую ответственность мы несем за этих пенсионеров, которые живут в этом доме престарелых. Ну, и, конечно, люди с деменцией. Вот можете себе представить, да, если это лето и плюс 30, а если это зима и минус 30, и вот такой божий одуванчик выйдет на улицу, и мы бы ее нашли только на следующий день у какой-то сосны замерзшей, да в жизни ты себя не простишь, что вот такое могло случиться, вот такая безответственная вышла и оставила открытую дверь. Или наоборот, кто-то, мужчина или женщина стояли, очищали машину от снега, и вот такая бабулька, красотулька, боже, одуванчик, села бы на заднее сидение, да не дай бог, она еще уснула и проснулась только через 100 или через 200 километров, начавая сопев, хрюкать, храпеть и так далее. Но можете себе представить, и если человек еще не говорит, и да, у нас есть такие жильцы, которые, к сожалению, больше не говорят, если даже вот такого человека ты найдешь, ты спросить у него ничего не можешь, он будет мычать и смотреть на тебя глаза по 5 копеек. И, конечно, тебе нужно еще вспомнить, где ты останавливался, останавливался ты вот у дома престарелых, где живет твоя мамуля, или ты стоял на бензоколонке, ты ходил в туалет покупать кофе и так далее, эта бабулька, красотулька подсела тебе, как говорится, с этой бензоколонки, то есть, конечно, это ситуация такая, что диву даешься, что человек эту ситуацию не понял. И точно так же, когда я рассказываю, что вот эта открытая дверь осталась, можете себе представить, кто бы мог войти за вот эти 5, 10, 15 минут в наш дом престарелых. Наверняка понимаете, что это не просто так. У нас лежат в сейфе под тремя замками лекарства, которые выдает медработник. Люди имеют вот такие заболевания. И лекарства вот такие, да. Вот представьте, вот такой какой-нибудь зависимый ворвался бы к нам с ножом, горло, что открывайте ему сейф и так далее, эта ситуация была бы необратимая. И когда человек пишет, ну что такого, что же вы ее подставили, ну ушел человек с открытой дверью. Ну, наверняка, если бы это было не все просто так, у нас бы не было ключей, у нас бы не было кодов, у нас бы не было вот такой сигнализации, и все это было бы под тремя замками. Ну, просто диву даешься, что вот действительно такое безобидное видео, вот такой комментарий был оставлен. Ну, и, конечно, слава Богу, что на моем канале есть адекватные люди, которые действительно поддержали меня. Большое спасибо ей приписали. Ну, а представьте, если бы в этом доме престарелых жила ваша мамуля, а как бы вы тогда поступили? Мы же несем ответственность совсем по-другому, что люди вот такие с заболеванием, они не помнят ничего, ни своего имени, где они живут, как они живут, даже сколько им лет. Нет, не помнят. Если вы вот такого человека спросите, он может сказать, что ему 50 лет, и вот завтра он выходит в понедельник на работу, то есть они не помнят, что они уже живут в доме престарелых многие года. Видите, даже подушка упала, то есть действительно все не все, не просто так, скажем так. Ну, и, конечно, второй коммент меня тоже удивил, был оставлен коммент, что зачем я вот такое рассказываю, собираю сплетни и так далее. Ну, и я этой даме написала, да, она написала, что живет 22 года в Финляндии, работает и в жизни не слышала, чтобы финки кого-то обсуждали и так далее, и зачем я собираю эти сплетни. Ну, я ей, конечно, написала, родное сердце, учите финский язык, потому что если финки с вами не делятся, и вы не понимаете, что финки точно такие же женщины, как и мы, и точно такие же люди, как все, то есть, конечно, они обсуждают, они говорят, если они не говорят при вас, ну, значит, они не хотят говорить при вас, значит, вы не заслужили этого доверия, ну, а если вы не понимаете, ну, о каком финском мы можем, как говорится, говорить. И если действительно какие-то комменты вы пишете, например, следующий коммент был, что плохую характеристику никто не может дать, это запрещено законом. Да, я согласна, и я про это говорю в прошлом видео. Я говорю и рассказываю, конечно, никто никому плохой характеристики дать не может, но иногда просто диву даешься, и спрашиваю себя, ну, каким местом люди смотрят и слушают мои видео, если я только про это говорю, и мне опять пишут в комментариях. Ну, может быть, действительно, это видео просто прошло мимо, вы его не видели, но я про это рассказывала. Но, опять же, плохую характеристику дать нельзя, что человека уволили за нарушение. Ну, вот она думает, ну, ничего страшного, отсюда меня уволили, ну, вот 25 мест есть, пойду туда. Ну, и вот придет человек на новое место. Конечно, первый вопрос, а почему вы уволились с предыдущего? Да, конечно, можно сказать, вот я переехала, я хочу место ближе к доме, с домом тут больше зарплаты, лучше коллектив, меньше работы и так далее. Но, опять же, будут спрашивать, а почему у вас нету ляки луват, почему вы потеряли разрешение раздавать таблетки и начнет всплывать, почему все вот это и произошло. Да хоть ты какую характеристику ей не напиши, когда она пойдет на новое место и начнет всплывать, что дело человек неправильно, почему у нее отобрали разрешение отдавать таблетки и так далее, и так далее. Ну, и что, и кто после этого дурак? Да ровно как никто, она сама виновата, что она вот себя так, как говорится, повела. Ну, и многие, конечно, работают не по призванию, им этот дом престарелых, как пятая нога зайцу, ну, как говорится, пошли учиться, подумали, ну, работа вот такая востребованная, вроде зарплата хорошая, делать особенно ничего не надо, с бабульками, красотульками сиди целый день на лавке, но, к сожалению, это не так, это просто, ну, даже близко не лежит, работа очень тяжелая, ответственная, вы отвечаете за человека, как говорится, за, ну, как тут можно вот такое позволить, такую халатность, скажем так, правильно мне написала одна подписчица из Норвегии, большое спасибо, Оксана, что действительно халатность нигде не позволительна, ни в какой стране, если человек так написал, что действительно диву даешься, что кто-то может так, как говорится, рассуждать, ну, и я думаю, многие со мной согласятся, которые смотрят мои видео, я не собираю никаких сплетен на канале, я рассказываю настолько, как говорится, вот так, чтобы никого, не дай Бог, не обидеть, не задеть, я не называю ни имен, ни места работы, но, как говорится, общим все равно планом, вот такими общими фразами хочется рассказать, ну, и, конечно, ужас ужасный, что люди пытаются меня как-то унизить или пытаться научить меня, вы знаете, скажу вам так, что, конечно, если у вас есть какие-то вот свои такие подозрения, что я пытаюсь выставить себя лучше, чем я есть на самом деле, поверьте мне, я прекрасно знаю, какая я, я прекрасно знаю, что обо мне думают мои коллеги, и много раз получалось так, когда приходят люди, и они видят, у нас есть большой график, там написано, кто с кем работает, и когда люди видят, что они со мной в одной смене, у них, знаете, такое прямо какое-то блаженство на лице, что не надо напрягаться, прекрасно понимают, что мы все работаем на совесть, и не надо задумываться, что, ой, опять я с этой, ой, ну, как бы вот отработать смену, нет, конечно, хорошие, адекватные люди, где у нас 99% в коллективе, ну, если вот такое чудо-юдо получается, и действительно как-то человек просто не понимает, куда она попала, нет, таким места точно у нас нету, я думаю, она уйдет в другое место, если она там себя так покажет, ее оттуда уволят, ну, обойдет она все тампыри, ну, и что дальше, все равно дальше тампыри наверняка уже не возьмут, а может быть возьмут, я, конечно, никаких вот таких выводов не делаю, ну, иногда действительно диву даешься, что люди написали, я выписала себе только из-за того, что хочется все-таки рассказать по делу, но не отвлекаться на то, что, конечно, мне неприятно, мне неприятно только из-за того, что вот такой коммент был оставлен, что я кого-то заложила, подложила, выжила, что я выжила ее, чтобы получить себе место, ой, мам, дорогая, ну, выживать мне никого не надо, у меня есть постоянное место работы, мне уже подписали договор, как говорится, с 14-го числа, 12-го, 10-го у меня был диплом, и с 14-го числа у меня подписан договор, к сожалению, я про это еще не успела снять видео, у меня выписано все на бумажке, но так как я работаю, работаю, у меня просто, ну, нету возможности сесть, и вот сегодня я после работы пришла, тоже села записать это видео, только из-за того, что у меня целый день в голове крутится, крутится злость, крутится непонимание, крутится отчаяние, только из-за того, что человек вот такое про меня мог подумать, ну, и опять же, всегда говорю, если вы вот так рассуждаете, вы поставьте себя на мое место, а на место вот этой бабульки, которая вышла в носках и футболке, поставьте свою мамулю, и как вам будет после этого, да, когда чужие люди, ну, вроде, да, вот как бы мы рассуждаем много раз совсем по-другому, а вы представьте, что это ваш вот такой здоровый, здоровый какой-то друг, или, например, ваша больная мамуля, ну, и что вы после этого скажете, наверное, вы мне никогда бы не написали, что я выжила вот такого человека, и заложила коллегу, народ, пишите, что вы про это считаете, права я, или считаете права вот эта дама, которая написала, что я вот такая заложила свою коллегу и подставила, нужно про это еще снимать видео, или лучше пусть эта ситуация вот так подвиснет в воздухе и рассосется сама, подписывайтесь, не хворайте, всем удачи, с вами была Оля и Стамбре, всем, фескуль привет!